Друзья, всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам, как на нашей бюджетной народной аппаратуре FlySky FSI 6 настроить такую очень нужную и приятную функцию, как RSSi. С ее помощью мы можем наблюдать и видеть качество сигнала между пультом и приемничком, установленным на нашем квадрокоптере. Рассказывать буду довольно подробно, потому что у этой фишки при настройке есть достаточно много тонкостей. О которых вы даже могли и не знать. В роли испытуемого у нас сегодня FlySky FSI 6 и такой вот приемничек FlySky FSI 6B. Погнали! Итак, первым делом, что нам для этого нужно? Нам обязательно нужно перепрошить нашу аппаратуру FlySky FSI 6 на одну из последних модифицированных прошивок. Ну, для примера, у меня установлена прошивка 1, 7, 5. Скачать их можно на гитхабе. Как прошивается прошивка, я подробно рассказывал вот в этом видео. Посмотрите, будет не лишним. Потому что если ваша аппаратура не прошита, то у вас, к сожалению, ничего не получится. По самому приемничку. Приемничек у нас абсолютно в стоке. Никогда не вскрывался. Ничего в нем внутри не перепаивалось. Подключен он к нашему контроллеру по iBus протоколу. Итак, начнем с нашей аппаратуры. Значит, после того, как мы ее перепрошили, зажимаем кнопку ОК. Выбираем пункт Function Setup. Здесь заходим в Aux Channels. И на пятый или шестой канал мы выбираем либо Error, либо SNR. Это и есть наш RSSI. И он здесь двух видов. Error и SNR. SNR это соотношение сигнала к шуму. А Error это количество ошибок, которые к нам поступают между пультом и приемничком. Как показала практика, лучше использовать Error. Он показывает более адекватно, чем SNR. SNR иногда показывает полную ерунду. Поэтому при настройке RSSI на нашей бюджетной аппаратуре я советую использовать именно Error. Дальше. Основная хитрость. Почему именно пятый и шестой каналы? Надо помнить, что изначально эта аппаратура у нас шестиканальная. И если мы будем выбирать другие каналы, которые у нас идут с 7 по 14, это аппаратура прошита на 14 каналов. Когда у нас пропадет сигнал, вы не получите значение 0 на RSSI на экране, на своем OSD. А получите какую-нибудь рандомную цифру, которая будет отображать полную ерунду. Если мы выбираем наш RSSI, вот именно Error, на пятом канале, то после этого нам нужно зайти во вкладку System, RSSetup, Failsafe. И обратите внимание, на пятом канале, когда у нас полностью пропадает связь между пультом и приемничком, у нас срабатывает внутренний FlySky фейлсейф, как он настраивается, я рассказывал вот в этом видео. И на пятом канале я ставлю значение минус 100. Это говорит о том, что когда у нас будет полностью пропадать связь между пультом и приемничком, RSSI будет показывать 0. А как только у нас будет появляться сигнал, фейлсейф у нас будет отключаться, и уже будут идти более реальные цифры RSSI, там 3% или 15% или 16%. Следующим шагом мы подключаем наш квадрокоптер к компьютеру, заходим в программку, в моем случае это INAV конфигуратор, и нам нужно зайти в меню Receiver. В меню Receiver, вот здесь вот, идет настройка RSSI, RSSI Channel. Выбираем наш пятый канал, который назначили на аппаратуре, и жмем сохранить. После этого вот на этом пятом канале у нас добавляется как раз таки RSSI. Чтобы у нас все это дело показывалось в шлеме на OSD, заходим во вкладочку OSD, включаем вот этот вот параметр RSSI Signal Strange, и вот эту вот иконку двигаем туда, куда нам удобнее. Обратите внимание, то, о чем я рассказывал по поводу именно пятого и шестого канала. В данный момент у нас RSSI назначен на пятый канал, и он показывает 1990, это полная мощность. Здесь же остальные каналы с 7 по 14, это каналы, ну, скажем так, те каналы, которых у нас нет в родном фейлсейве от FlySky. Если мы выключим аппаратуру, то здесь у нас показания пятого канала уходят на ноль, на тысячу, так как мы это запрограммировали в фейлсейве. Все же остальные каналы, кто-то в среднем значении, кто-то в максимуме, они показывают всякую ерунду. Именно с 7 по 14 канал в родном флейскаевском фейлсейве ноль настроить нельзя. Да, именно поэтому показания на OSD будут не ноль, а какая-нибудь ерунда. Еще пару моментов по аппаратуре. Как видите, у меня выведены показатели ошибок и RSSI непосредственно на экран аппаратуры. По error, по ошибкам, чем меньше этот показатель, в моем случае 1% или 0, потому что квадрокоптер, вот он, находится в упор к аппаратуре, чем меньше это значение, тем лучше, значит, качество сигнала хорошее. А RSSI же показывается в децибелах. Значит, чтобы добавить данные элементы, мы заходим опять же в систем, в настройки. RX-сетап, choice-сенсор. И здесь выводим нужные нам датчики, показания, непосредственно экран. То есть, первый у меня это error, второй RSSI, а третий это noise, вроде как шум. А вот здесь вы можете посмотреть наглядно, как работает настроенный таким образом RSSI. Как видите, с увеличением расстояния показатели RSSI начинают уменьшаться от 100% и все меньше и меньше. 70, 60, 50 и так далее до самого обрыва сигнала. А в самом конце, когда уже происходит обрыв сигнала, вы можете увидеть, что стоит 0. То есть, это означает, что между пультом и нашим квадрокоптером связи нет. Он автоматом уходит домой, срабатывает команда return to home. И RSSI показывает показатели 0 до того момента, пока не появится снова связь. Вот такие пироги, друзья. Как видите, в настройке данных вещей ничего сверхсложного нет. Это может осилить каждый. Поэтому выдавливайте из своей FlySky FSI 6 все, что можно. И будете пользоваться классной аппаратурой. Кому видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Смотрите другие видео, заглядывайте в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok